всем привет кто является моим зрителем кто просто случайно забрел на мой канал с вами татьяна из города санкт-петербург и мне сегодня хочется рассказать про этот небольшой процесс который вышивается из серии фэншуй от созвездия на крепкое здоровье я эту работу вышиваю собственно по просьбе одной моей зрительницы и уже наверное подруги елены кречетовой которые недавно писал мне огромное количество подарков ей как никому нужно пожелать огромного здоровья и она мне сказала такую фразу что нельзя вышивать на здоровье себе самой оберег я не нашла никакой другой я сразу обратилась к фэншую и нашла вот этот набор сразу его купила и начала вышивать такой вроде бы простенький набор да по дерево и дерево и тут я вышиваем поняла что не понимаю почему именно дерево на здоровье они что-то иное и покопавшись в интернете нашла некоторую информацию китайцы вообще очень часто изображают сосну и в живописи и в стихах это дерево у них пользуются большой популярностью она вечно зеленая не сбрасывает своих иголок и символизирует духовную стойкость мужество жизненную силу сдержанность постоянства и долголетия что касается семейных ценностей то благодаря двойным иголкам сосна служит символом супружеского счастья и верности еще что интересно сейчас я подсмотрю записала что сосна в восточных традициях наиболее важно из всех вечно зеленых войны и и связывают именно с бессмертием защищенностью силой сосна считается эмблемой храбрости решимости и удачи китайцы считают что сосна обладает особой мистической силой и повесив изображение этого дерева дома будем надежно защищены от воздействия злых духов если говорить по фэн-шую куда вешают это изображение в доме то по фэн-шуй фэн-шуй предлагает нам что его хорошо разместить в восточном секторе дома или даже независимо от сектора его можно повесить в гостиной столовой или на кухне что я хочу сказать про конкретно этот набор ну поначалу мне говорю вот показалось он немножечко скучноватым потому что ну изображение изображения до превью кстати здесь отшив отшила без превью мне было бы очень сложно разобраться в значках потому что значки у этого набора очень похожи между собой вот что у меня получается решила вам показать его вот отшита вот эта часть да и вот приступила к этой работа не идет быстро потому что очень много веточек переход приходится перескакивать до протяжки образуются сзади на работе но это неважно что хочу сказать что на глазах это дерево у меня оживает я прям вижу сразу объем да сразу какой-то прям вот запах хвои что ли я прям почувствовал вот этот аромат горного воздуха потому была картинка какая-то странная напечатанная но оказывается проработка неплохая посмотрите как похоже да очень похоже выглядит и несмотря на то что работа небольшая она доставляет мне удовольствие сначала вот самом начале мне говорю мне было прям как-то скучно его вышивать но я понимала что мне нельзя над ним именно с такими мыслями сидеть потому что все-таки я вышиваю человеку на здоровье и вот как это дерево оживает у меня на вышивке да на картине примут прям пушистая прям объемно прям настоящие я надеюсь что она такое же здоровье принесет человеку для которого я его и вышиваю всем вам конечно же я желаю огромного здоровья и благополучия когда сейчас эта работа будет закончена я вам покажу результат оформлять я ее не буду потому что человек оформит сам под свой интерьер здесь 9 цветов бисера бисер чешский он не подводит совершенно он хороший но вот значки посмотрите зеленых зеленых три цвета и вот эти два цвета они вот здесь совсем нет причем и вообще их не отличить вот этот зеленый вот этот все очень сложно все очень сложно замучилась но неважно как бы ни было сложно работа идет и получается очень неплохой несмотря вот на игру на скромность сюжета даже скупость сюжета все-таки работы по фэн-шуй не могут быть какие-то яркими и красочными да но они бьют в цели я надеюсь что в моем случае эта работа пойдет человеку на пользу отключаюсь и покажу вам это кстати эту работу я бы хотела тоже показать как миниатюрную потому что она действительно очень небольшая очень небольшая несмотря на то что размер этой работы чуть больше ну где-то как тетрадный лист да но сама вышивка ну прям совсем вот совсем чуть-чуть да я говорю во времени занимает немало потому что какие-то вот детали вот какие-то веточки все время приходится придумывать куда пойти следующий раз шагнуть иглой вот этого работа еще более интересно получается все отключаюсь через секунду и вот она работа закончена конечно я очень довольна результатом вот несмотря на то что она совсем небольшая на нее ушло меня примерно пять дней сейчас уже пол второго ночи мы все моя семья бодрствует мама заканчивает работу посмотрите вот немножечко горы такие более яркие как будто солнечный день на самом деле скорее день такой не пасмурный но не очень яркий я имею ввиду изображен на картине и вот горы именно приобрели такой эффект удаленности то есть натуральности мне очень понравилось после завершения я не ждала от этой работы так много такого так многого да я думал ну дерево и дерево но совсем не примечательный вроде как сюжетик вышло очень даже здорово живо натурально и я довольна я довольна что же я хочу сказать по бисеру по бисеру но вот мой процесс был организован как всегда по бисеру очень много осталось бисера даже нет намека чтобы какого-то бисера не хватило даже вот я бы сказал что они кладут я всегда это знала что хобби про созвездия не кладут большим запасом всегда у меня один раз был момент что мне не хватило но естественно я им позвонила они тут же возместили все в общем вопрос был решен если учесть что я езжу к ним на базу на оптовую да единственный конечно нюанс это вот эти нитки если бы работа была больше я конечно бы провернул а у меня вот это безобразие просто вот пугает прям пугает не знаю наверное прежде чем дарить эту работу не пожалуй и наверное надо отнести на работу провернул уж потому что ну стыдоба просто ну как такое да у меня на столе небольшой творческий беспорядок я затеяла новый проект небольшой и сегодня разрабатывала его пробу пера делала поэтому совсем маленький кусочек мне занимает сейчас готовая картина и может быть не совсем удобно в перспективе вам не показать но я думаю что вы и так хорошо все видите да вот это голубое озеро но как там все таки живительную влагу такую вносит в этот в эту работу в этот сюжет и я думаю что должна понравится работка леночки и я думаю что она найдет ей применение ну собственно говорить больше нечего я буду заканчивать свое видео и спасибо за то что вы были эти несколько минут со мной желаю вам всем здоровья удачи хорошего настроения пишите мне и жду вас своих следующих видео пока пока